Разбитая дорога, отсутствие благоустроенной парковки, остановочных павильонов, разруха и неопрятность. К такой вокзальной площади привыкли ивановцы. Последние пару месяцев ситуация осложняется еще и происходящим тут ремонтом. Два участка огорожены забором, ведутся работы. Стоит немного потерпеть, уверяют власти. В четверг глава города и глава региона отправились посмотреть, как идет процесс преображения транспортных ворот муниципалитета. Проект реконструкции очень масштабный и дорогой. Смета составлена на 100 миллионов рублей. На эти деньги здесь восстановят асфальтовое покрытие, сделают тротуары, создадут дополнительные парковочные места, в том числе и для транспорта инвалидов. Наверное, самый животрепещущий вопрос касается возможности организовать на ЖД вокзале автостанцию. Отсюда у нас достаточно много автобусов. Уходит, прежде всего, в северо-западную сторону нашего региона. Рассматриваются два варианта. Или строительство за счет бюджета, передачи в аренду, или, возможно, мы сумеем решить в режиме концессии. То есть найдем консессионера, который построит и будет эксплуатировать эту станцию. Сейчас власти определяют концепт здания. Сколько в нем должно быть этажей, какой площади оно будет, и как должен выглядеть фасад, чтобы соответствовать стилю всего пространства. Памятник молодым революционерам в ходе реконструкции площади затронут не будет. Это другая статья расходов. А вот на благоустройство зеленых зон средства заложены. Здесь у нас было 39 деревьев, которые подлежали сносу, просто из-за того, что необходимо организовывать новые пешеходные зоны. 26 деревьев были аварийными. Их так и так надо было убирать. Надо было убирать кустарники, потому что по проекту площадь должна быть максимально открытой. Соответственно, все количество деревьев, которые были ликвидированы, будет восстановлено и именно в этом районе. Реконструкция проходит в плановом режиме. Завершить работы рассчитывают до конца года. На будущее останутся вопросы озеленения и некоторые дизайнерские решения. Вторая, назовем ее так, часть реконструкции начнется после того, как будет завершено строительство храмового комплекса. По задумке, вокруг церкви организуют прогулочную площадку, создадут зеленую зону отдыха.